По поводу завтрашнего концерта или митинга, я же не знаю, как это называть, в Уфе, который будет проводиться в поддержку Радио Хабирова. Ну, масса вопросов, в первую очередь вообще, а зачем Радио Фаритовичу поддержка? Он такой молодец, он всех победил, у него все отлично, у него прогрессирует экономика, у него все стабильно в социальной сфере. Зачем вдруг ему срочно понадобилась массовая поддержка населения? Кто в чем усомнился? Или это просто такая профилактическая мера, что, дескать, а ну-ка, поддержите-ка, покажите-ка, как вы поддерживаете своего любимого лидера? Это первый вопрос. Второй вопрос, и вернее, даже как бы недоумение такое, это с какой наивностью власти полагают, что проведение подобных архаических мероприятий, которые практиковались в основном в первой половине XX века, когда нужно какого-нибудь диктатора или в какой-нибудь неприятной ситуации для властей, нужно было выгнать на улице кучу людей, и они должны махать разными флагами, с крестиками, ноликами и звездочками, и поддерживать партию и правительство. Ну, это такой архаизм, и это вот вытащили из сундуков, не знаю, кто там гениальную мысль эту подсказал, не ровен сейчас, как Урал Кельсинбаев, конечно, инициатор этого мероприятия. Ну да ладно, но вот эта наивность, конечно, поражает. Неужели они полагают, что кто-то там в Москве поверит вот в это все? Еще удивление вызывает та покорность, с которой люди отправятся на это мероприятие, только потому, что им разрешат там уйти с работы в 13.00 и больше в пятницу уже туда не возвращаться. Ну и экономический аспект. Во-первых, мы уже видели документы, где 100 с лишним автобусов Башавтотранса повезут ликующую толпу, значит, конгресс-холлу в Уфе, причем повезут из дальних уголков республики, это не просто где-нибудь там с телецентра подвезти, их повезут издалека и потом отвезут обратно, это огромные расходы. На чей счет они будут отнесены, каким образом Башавтотранс покроет стоимость топлива, зарплату водителей и амортизацию вот этих несчастных автобусов. Ну и, конечно же, экономический аспект. Если они собираются собрать туда много тысяч людей, а задача стоит такая, чтобы вот этой толпой в поддержку Хабирова перекрыть события в Баймаке по массовости, так вот, эти же люди в основной своей массе бюджетники, то есть они будут, в общем-то, получат зарплату за этот день. День практически полностью пойдет на смарку, и речь идет здесь о десятках миллионов рублей. То есть эта зарплата не будет отработана, но будет выплачена. И выплачена, извините, из наших с вами карманов, и в том числе из карманов тех, кто не пойдет на этот митинг. Вот такие вот вопросы. Ну и самый главный вопрос, а будет ли эффект? Восхитятся ли в Москве массовой поддержкой населения Республики Башкортостан, дорогого Радия Фаритовича?